Гетмовис. Канал для всей семьи. Варя, ну пошли уже. Опаздываем. Все, все. Последний штрих. Дракоша, иди сюда. Кому сказала? Ай! Смотри, куда бежишь. Ящерица невоспитанная. Ну все, да и градушки. Ну вот, какой ты у меня теперь красавчик. Папе твоему очень понравится. Ну все, мы пошли. Идите уже. Не озорничайте тут без нас. Ну это как можется. Не будем. Ура! Дом наш! Есть наш! Повеселимся! Ура! Продавашечки! Повеселимся! Да! Хи-хи! Йей! Да! Ай! Хи-хи! Жу-жу! Повеселимся! Эй! Ай! 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 Ой, все! Да и градушки! Все пропало! Варя как увидит, что скейт-воман такое нам устроит! Что делать? Да знамо что! Я все исправляйкаю в лучшем светюшечке! Ага! Знаю я твой лучший свет! Лучше уж сразу неделю без сыра! В этот разик я уж расстарайкаюсь! Все будет в наилучшей видюшечке! Обещаюшки! Ладно! Была не была! Желаю, чтобы Варинг скейт был как новый! Исполнено! Хи-хи! Пожалуйте! Новейше не бываете! Что это такое? Ты что наделал? Я это что, сам собирать должен? Я в этих недоделках ничего не понимаю! Загадай желание, загадай желание! Эх! Откуда ты только такой взялся на мою голову, недоделанный? Уж таким я нарождился! Был это далечечко на восточных землюшечках! Жил там садовнюшка один, мастерун желаньев и наставленец клана Семи Лепестов! Всю свою жизнешку он выращивал семицветики! Цветатули волшебные, исполняющие желаньица! Наизготавливал он как-то новёхонькие зёрночки к произрастанию! Каждому по капелюшечке волшебного зелья цедавал! Зелье это и наделял около семи цветиков разволшебством! Эй! На последнее зёрнышко зелья того разволшебного не осталось! Посадил садовнюшко с любовью все зёрнышки! А там, как говорится, что вызрело, то вызрело! А вызрел я! Каждый денёшечек мы пребывали в труднячих воспитуньюшках! Научались исполнять желаньица! Что мастерун попрошайкает? Щенка там милявого яблока в сахарновых или злато пакующие тут же и восполняй-ка ли? Однажды пожелал садовничек комиска размаха царючего! Вот только за что не захватался я! Всё у меня через пень колодушку получалось! Нехорошечно! И вот тогда порешил я! Не исполнялся! Утоптываю! Недотёпный такой я! Мог случайно повредить братишек своих и садовнюшку! Но перед этим дал я клятвушку! Не возвернут ушки мне домой, пока тысячу желаньев не высполню! И тогда братишки мои и мастерун разумеют, что я на что-то да и пригожий! Вот только как мне это исполняй-кать? Ведь никтошечки хоть раз у меня чего-то пожелаючи и, получив испрошенное, не желают больше ничегошеньки желать! Приветики! Не обращайте на меня внимания, я тут тихонечку посижу ага! А то бабушка меня всё в школу гонит, а у меня там миссия в онлайн игре, магия-магия в самом... А-а-а-а! Проиграла! Опять! Ну как же это! Да мне хоть бы раз выиграть! Жуаешь! Ага! Ага! Исполнено! Ого! А вот это мне нравится Вот теперь побоюем Ура! Выиграла! Вот это да! Ну вот, видишь, ты вполне себе и полезный Играем дальше Эй, а как же варен скейт? Да не переживай, я его вмиг починю Ура-рашечки! Девчуля А давай-ка я тебе и машинку твою улучшайзаю Ай! А-а-а! Мой компьютер! Моя игра! Ты что, Надя? А ну, верни все обратно! Едем сейчас все и без рыбок Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Фу! Ну, спасибо, Дракоша Помощничек мой Ха-ха-ха! 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 Вопрос номер шесть Из красной колоды Да, это легко! Ну, читай уже, варь и томи! Итак Столица Три Девятого Царства Это... Это... Это как же это? Я же знаю! То есть учила! И это правильный ответ! Староград! Ура! Зайка молодец! Такими темпами команда Зайки и правда нас перегонит! Эй! Это моя команда! Соберитесь, Дьявы Огня! А я думала, наша команда называется Несокрушимые. А я на минутушку не Девуля вовсе. Ну, я... Следующий вопрос. Спасибо, Дракоша. Дальше я сама. А вот это уже посложнее. Что изображено на гербе Песчаного Царства? Ласка! Герблюд! Гартус! Полевка! Верно, Золотая Песчанка. Молодец, Зайка. Девочки, а вам бы подтянуть знания? Следуйте разок, чур я в командушке Ушастества. И последний вопрос. Точно мой будет. Ого, сложно. Дворец красок украшен именно этим цветком. Розой, лютиком, астротюльфоном, хрисандом, аромашкой, подорожником, радододроном, пушистиком. Аленка, это же игра на знания сказочных миров. А не угадай-ка с пантомимой. Вот лучше бы в угадай-ку и поиграли. Это хотя бы весело. Никто в жизни не ответит, что там на вашем дворце нарисовано. Хм. Тю-тю. Бьюнок, в точку, Зайка. Лучше моего Зайки в эту игру никто не играет. Он же столько миров повидал. До сих пор удивляюсь. И как он все успел? Сказочный мир же такой большой. Что? Что? Говорьте громчеев. Мне тоже интересаста. Он говорит, что все началось в тот день, когда я оставила его в автобусе. Тогда Зайка не знал, что это начало его путешествия по всему сказочному миру. Ему просто было очень одиноко и грустно. Зайка решил, что навсегда сгинет там, вдалеке от своей хозяйки. Но тут он увидел ее. Белая пожалела Зайку и оживила его с помощью волшебной пыльцы. А потом позвала его с собой в путешествие по сказочному миру. Его новая знакомая работала на посылках. Доставляла лучшую пиццу во все уголки вселенной. Она показывала Зайке самые волшебные и чудные места сказочных миров. Зайка И глаза на то, как прекрасен сказочный мир и жители, которые его населяют. Но все изменилось в одно мгновение. Налетел сильный ветер, а потом огромный филин схватил зайку и унес. Последнее, что он помнил, свою подругу Белую, одну-одинешеньку, на поляне под звездами. Бедный зайка! И вы что, больше никогда-никогда не виделись? Какой грустнючий рассказушка! Я уплакался! Не расстраивайся! Ты ее еще обязательно встретишь! И может быть даже совсем скоро! Маша, ты куда? Да так, хочу проверить одну теорию. Неужели это она белая? Я когда-то съела, такая голодная! Оголек, ну хватит! Щекотно! Хороший мой дружочек! Субтитры сделал DimaTorzok Ю-ху! Ого! Вперед огоняки! А это вот мой! Ого! А это вот? Ааа! Скорее, Гонёк! Полетели отсюда! О, нет! Нет, только нет! Он мять! Огонёк! Огонёк! Дружок мой, держись, я вытащу тебя! Да только не пугайся, я здесь, я с тобой! Скоро мы снова будем вместе, я обещаю! Ну, давай же! Давай! Алёнушка, ты в порядке? Что случилось? Ну, не знаю, я опять вижу один и тот же сон. И мне всё кажется, словно кто-то ждёт меня, зовёт. Словно я кого-то потеряла, никак не могу найти. В сон, говоришь? М-м-м, Алёнушка! Здравствуй, Людмила! Минуту. Давненько мы этим видом связи не пользовались. Едвига, а далеко ли та вещица, что я оставила тебе на сохранение? А что такое? Просто я поняла, какую страшную ошибку совершила десять лет назад. Ты что, хочешь разбудить магию огня? Нет, так нельзя! Помнишь, что было в прошлый раз? Ой, как такое забудешь? В тот год мне пришлось закончить свою службу феи крёстной. Тяжело мне было отказаться от своего чудесного ремесла. Но однажды у меня в доме появилась сказочная малышка – Алёнушка. Вот радость-так радость. Я с первого взгляда полюбила Кроху и стала воспитывать её, как свою внучку. Время шло, и росла магия Алёнушки. Сила лилась из неё потоком. Другие малыши не понимали, что за странности происходят, когда рядом находится Алёна. Стали они её сторониться, а потом и дразнить начали. И однажды случилась беда. Повела Едвига детишек на экскурсию по самым сказочным местам Мышкина. И вздумалась им снова Алёнушку мою дразнить. И так ей стало горько, бедно, так обидно. Заплакала она. И горе её нашло выход в магии огня. И запечатала я в Алёнке магию огня, чтобы была у моей девочки спокойная жизнь, как у обычного ребёнка. И был шанс найти друзей. О происшественной экскурсии скоро все позабыли. А Алёнушка моя стала душой любой компании. Вот только чем больше времени проходит, тем сильнее Алёнушка чувствует эту утрату. Нельзя мне было разлучать её со своей сутью сказочной. Ты подарила ей счастливое детство. Не кори себя. И раз решила огонь пробудить, действуй. Вот только не повторится ли прошлая история? Нет, не повторится. Я хорошо её воспитала. Алёнушка сможет приручить свой внутренний огонь. Ну что ж, держи тогда. Пришло время встретиться тебе со своей судьбой, Алёнушка. Огонёчек, за мне малыш! Дружочек мой! Ты свободен, мой друг! И мы начинаем соревнования! Искорки против Снежина! Готовы? Готовы! Как всегда! Начинаем! Бай! Ю-ху! Ах! Промазала! Бай! Снежинки! Победили! Средина! Войни! Завершено! Ну ты, Снежка! Машка! У твоих родителей новая книга вышла! Про волшебных дырей подземного царства! Здорово как! Они столько о ней говорили! Машенька, пожалуйста, возьми у них автограф для меня! Волшебные животные? А картинки есть? Ничего себе! Зверушки! Ой, смешной какой! А у кого это здесь такие глазки? Ого! А тут и рыба, и дракон! Два в одном! О! Девочки! Тут ещё робот! Постойте, что это? Костер? Из чего он собран? Дай-ка посмотреть! Да это же шурупчик! Кажется, я только вчера его собрала! В то время я была в экспедиции с родителями в изумрудном лесу. Они у меня друиды. Их специализация – сказочные животные. Они находят, изучают и спасают их по всему миру. А потом пишут книги о своих исследованиях и находках. Однажды я нашла в лесу странное механическое изобретение людей. Позже я узнала, что оно называется дрон. Я забрала его с собой, чтобы изучить. Дрон стал моим секретом. Ведь я знала, что мои родители не любят гаджеты. В своих путешествиях они слишком часто видели, как технологии людей вредят природе и нарушают покой её обитателей. С того дня я всерьёз увлеклась технологиями. Стала собирать и изучать различные гаджеты в небольшой пещере, которая со временем превратилась в настоящую изобретательскую лабораторию. Там же я сконструировала настоящего робота – шурупчика! Шурупчику передалась моя любовь к природе. Для него не было ничего прекраснее бабочки и нежнее цветка. И, конечно же, он очень хотел выйти из пещеры. Но это было слишком опасно. Я не могла допустить, чтобы родители узнали мой секрет. Как-то раз я случайно оставила дверь приоткрытой. Шурупчик воспользовался этой возможностью и покинул свой дом. Он с жадностью ребёнка принялся изучать мир. Но он оказался слишком хрупким в руках робота. Когда я увидела, что его нет в пещере, я побежала его искать. Я должна была найти его раньше родителей. Но я опоздала. Папа узнал, что это я сделала шурупчика. И очень рассердился. Он запретил мне подходить к технологиям людей, и мне пришлось отказаться от своего увлечения. Родители запечатали мою пещеру и шурупчика в ней. Тогда я поняла, что должна стать серьёзнее. И больше не допускать ошибок, из-за которых могут пострадать другие. Но однажды в лесу случился страшный пожар. Родители не справлялись с пламенем. Единственное, что они могли, попытаться спасти как можно больше животных. Я тоже была бессильна перед этим бедствием. Но тут я поняла, кто сможет помочь. Вопреки воле родителей, я вернулась в свою лабораторию и включила шурупчика. Из подручных деталей я соорудила ему крылья, а себе маску от дыма. Вместе мы не только спасли животных, но и потушили пожар. А мои родители были очень удивлены, что машина спасла лес. И очень благодарили нас за помощь. Вот это да! Как же я хочу увидеть твою потайную пещеру. Там, наверное, столько всего интересного осталось. Так в чем проблема? Приезжайте ко мне на лето, я вам ее покажу. Она так и осталась в моей личной изобретательской лаборатории. Вот здорово! Постой-ка. Значит, родители перестали злиться на тебя из-за твоего увлечения техникой? Да, мои предки теперь сами продвинутые пользователи. Слушаю. Слушаю. Мой шурупчик такой. Главный защитник и исследователь природы. Привет! Он совсем такой, как ты рассказывала. Ага, чудной! Ой! Ха-ха-ха! 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 И ничего не забудьте, патруль. Подпись «Кот». Ну и список. Совсем маленький. Да. А я бы в него еще варенье из шушек добавила. Оно вкусное такое. А-а-а! Да ну вас, девчонки! Вас что, совсем не волнует, что мы сказочный патруль? На побегушках работаем? Кот мог бы и сам сходить. Как хранители Мышкина, мы должны помогать всем его жителям. Даже таким вредным, как кот. А я рада, что мы к Лешему идем. Вы только посмотрите, как вокруг красиво. Да, вон как дракоши прогулки радуются. А я уже сто раз в этом лесу гуляла. Скучно. Дракоша, ты куда? Стой! Дракоша, фу! Ого! А это еще кто? Не пугай его! Ну, дракоша, больше не возьму тебя на задание. Такой ты классный! Откуда ты такой взялся? Первый раз такое чудо вижу. Хранительницы? Какими судьбами? Здравствуйте, мы к вам с поручением. От кота. Ага, с целым списком. Погодите, кто там у вас? Драк! Шип! Давно не виделись. Ой, а вы его знаете, да? Что это за чудик такой смешной и милый? Это ваш новый питомец, да? А ты симпомпулечный какой! Давай знакомиться. Я Аленка. У-у-у! Это шип из племени сорняков, народа древнего и почитаемого. Что тебя привело ко мне, друг? На! Надо же! Свершилось! Как я рад! Постойте, сорняки? А разве не с ними лесовики воевали лет 200 назад? Да, точно. Ты же как раз про них доклад пишешь для волшебного колледжа. А что за история с сорняками и лесовиками? Я такое не знаю! Заходите в дом, я вам расскажу. С давних пор процветали два королевства соседа. Сорняки и лесовики. И долгие годы не могли они поделить один холм, на котором росло высокое дерево. В то время я был командиром войск лесовиков. Наша королева собиралась дать решающий бой. Но мы попали в засаду. В пылу сражения не заметил я уклона. Оступился и свалился в реку. Очнулся я уже на берегу. Оказалось, что маленький сорняк по имени Шип меня вытащил на берег. Ха! Спас! И не посмотрел, что я из рода лесовиков. Вот так я к сорнякам попал. Шип за мной приглядывал, поселение показывал. Удивительные они оказались. И совсем не злые. Полюбил я это племя. И неспокойно мне было на сердце от того, что не живем мы с ними в мире. Шип показал мне древний барельеф. Здесь древнее предание их народа было запечатлено. Да только важная ее часть была утеряна. И лишь недавно ее нашли. Когда-то давным-давно два королевства жили мирно и дружно. Но вот дети королей поссорились из-за этого дерева. Один хотел на нем домик построить, а другая качели повесить. И так рассорились они. А потом вообще и войну затеяли. Как же все поразились, услышав, что из-за глупой ссоры двух детей королевство разругались. Но в предании также сказано было. Дружба двух королевств возродится вновь, когда снова зацветет это дерево. Короли войну прекратили, и все по домам разошлись. Я простился с Шипом и ушел в поисках новой спокойной жизни. Так я до Мышкина дошел, и тут к Кащею садовником устроился. И впервые себя дома почувствовал. Вот эта история круче, чем кино. Эх, как бы мне хотелось, чтобы сорняки и лесовики снова друзьями стали. Да, вот бы они помирились. Они помирились. Об этом Шип и пришел мне рассказать. Шип. Ха. Ха. Ого! Тут и домик! Ой, качели! Я тоже так не хочу! Запись номер 120. Переписать финал доклада про Великую войну сорняков или свеков. Спустя много лет все закончилось дружбой. Похоже, борьба будет жаркой. И у нас осталось два претендента на победу. У-ху-ху-ху! Давайте, последний раунд. И пусть победит сильнейший. Ты хотела сказать сильнейшая? Ха. Победа будет за мной. Это мы еще посмотрим. У-ху-ху! 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 У-ху! Шипа шипа! Скажи, вперед, вперед! И у нас есть победитель! Поздравляем, Шуши! Подумаешь, я просто не в форме сегодня. Слишком плотно позавтракала. Какой же ты, Шушик, ловкий. Где ты вообще так научился? Где-где, это долгая история. Ой, моя медаль! Эй! А ну, стой! Фу! Куда он делся? Девочки, давайте разделимся. Ха! А ну, сдавайся! Чёрный, это ты? О, нет! Ну, как же так? Ага! Попался! Девочки, да у него тут целый клад. Так ты не только нашего Шушика обворовал. Отведём его к Кащею. Он с этим воришкой быстро разберётся. Нет, не надо! Не трогайте его! Он больше не будет. Правда, Чёрный? Ха! Не будет! Подумаешь, какие мы благородные! Да ты такой же вор, как и я! Понял? Не ври! Наш Шушик не такой! Нет, Алёнка, Чёрный прав. Вы не всё обо мне знаете. Родился и вырос я в волшебной библиотеке. Жили мы, не тужили. Братья и сёстры книжки грызли. А вот я их ещё и читал. На самой верхней полке было моё тайное место. Мои самые любимые книги были про путешествия, героев и благородных рыцарей. И вот однажды я тоже решил отправиться на поиски приключений. Добрался я до Мышкина и решил в нём остаться. Уж очень он похож на волшебный город с моей картинки. Вот только совсем не сказочная жизнь меня ждала. Тяжело мне пришлось. Я брался за любое дело. Лишь бы курку хлеба получить. Но даже за самую тяжёлую работу мне давали лишь малость. А потом их вовсе гонять начали. Совсем я был отчаялся. Думал, что зря покинул тёплый дом из-за глупых фантазий. Но тут меня нашёл Чёрный. Чёрный привёл меня к визирю. Он был добр ко мне и накормил, и предложил работу. Оказывается, им как раз нужен был такой помощник, маленький и уловкий. Я, недолго думая, согласился. Сначала это было даже весело. Мы с Чёрным добывали артефакты. Находили секретные чертежи. Вот только я всё больше чувствовал, что это вовсе не те благородные подвиги, о которых я мечтал. И тогда я решил уйти. И позвал с собой Чёрного. Я думал, он мой друг. Но Чёрный всё рассказал визирю. Визирь пригрозил, что отдаст меня под суп мышиному королю, если я не буду делать то, что он велит. Я сделал вид, что согласился, а сам начал строить план побега. И выбрал для него день, когда мышиный король полетит за сырной луной. Но сначала нужно было достать слезу Горыныча. Ну а что было дальше, вы и сами знаете. Маша помогла мне и спасла мышиного короля. Да, повезло тебе. Она тебя приютила. Я тоже сто раз пожалел, что связался с визирем. Извинялся перед мышиным королём. Да только он меня всё равно выгнал. Вот я и подумал, что если я приду к нему с богатыми подарками, то смогу заслужить прощения и вернуться в стаю. Да, так себе план. Тогда бери. Тебе нужнее. Не надо. Она твоя. Я сам как-нибудь справлюсь. Ну а мы тебе поможем. Простите его, ваше мышиное величество. Он уже раскаялся в своих поступках. Да, и больше так не будет. А если будет, то сказочный патруль с ним разберётся. Но мы уверены, что до этого не дойдёт. Ну раз вы за него поручаете. Да, поручаю. Конечно, конечно. Он хороший. То так и быть. Дарую чёрному своё царское прощание. Можешь вернуться в стаю? Что? Правда? Я прощён? Да. Но только не забывай навещать мне и приходить в гости. Спасибо, друг. Ты хоть и маленький, но я всегда знал, что сердце у тебя большое. А-а-а. У-у-у. Так, попробуем. Флорес Цветикус. Ура! Получилось! Да! Заклинание Флорес сработало! Снежка, осторожней. Ой, Машенька, прости, пожалуйста. А-а. Тюк. Хи-хи. 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 Девчанки, привет. Хи-хи. А вы чего тут сидите скучаете, а? Хи-хи. 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 Это что? У-у-у. Каракули какие-то. Погода классная. На скитах покатаемся. Ой. Тише, Аленка. От тебя уже голова кружится. Мы пока не можем, Аленка. К экзаменам готовимся. И тебе, Аленка, тоже позаниматься не помешает. Если ты хочешь поступить в волшебный колледж. Да. Ты хотя бы заклинание невидимости выучила? Ой, да что-то мучить-то. Э-ээ... Как это... Ау, вспомнила. Визиру-м-а-ту. Ничего? Попробуй ещё разок. Что за штушки у тебя, Рыжуля? А ну, расколдачивай меня оттуда и как было. Кактус? А ты где? Ой. Здесь я. Ну ладно, ладно. Колодца-то зачем? Как же там... Дагадым обратус! Видимо, свозвращатус! Держись, а! Мне сейчас полный засыхайтус будет! Ну вот! Почему не получается? Потому что просто так ничего не получится! Нужно учить! Усилия прикладывать! Учить, учить! Ну это же так трудно! И скучно! Ладно, Аленка, ты не расстраивайся! Кажется, я знаю, с кем тебе надо пообщаться! Библиотека? Зачем библиотека? Книжки читать заставите? Ого! Солочка! А? Ай, это вы? Да ты, оказывается, просто супермаг! Ты как так колдовать наловчился? Научи меня, пожалуйста! Ну научи, 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 научи! Да, Ваня! Расскажи Аленке, как ты магией овладел? Ох, это было непросто! Ну ладно, слушайте! Я родился в семье прославленных магов Кого только в нашем роду не было И заклинатели, и чародеи, и профессора магии От меня ждали не меньших успехов Вот только я никогда учиться не любил В волшебном колледже я постоянно уроки прогуливал И что поделать? Хуже учебы для меня ничего не было Скучно! И вот наступило лето Я уже предвкушал счастливые, свободные денечки Но тут Вась-Вась меня обрадовала Отправила на летнюю практику в волшебную библиотеку Каталог книг в запасниках составлять и все такое Сидел я в библиотеке, книжки старые перебирал Но в один обычный скучный день Нашел я книгу сказок В ней столько заклинаний было Но, правда, все сложные Так что я быстренько ее записал куда следует И отложил Однажды пришел в библиотеку один господин Книгу сказок попросил Ну, я ему сказал, что на руки книги из запасников не даем Но он не рассердился Наоборот, похвалил меня за порядок Да начальника меня назвал Ха, я ж к похвале-то не привык Меня до этого все только ругали И вот я и поверил Принес ему книгу И вот листает ее этот господин А сам удивляется, какие заклинания все сложные А потом начал меня упрашивать Показать хоть одно в деле Говорит Ведь для такого сильного мага, как ты, Иванушка Это же сущий пустяк Опять я перед лести не устоял Прочитал я заклятие, что попроще показалось И превратился в козленочка Тут же меня этот господин хороший схватил И в темницу бросил И тогда понял я, какую глупость-то совершил Да было уже поздно Вот и томился я в подземелье Пока не пришел Саша и не помог мне расколдоваться А за это время я уже успел сто раз пожалеть, что уроки в волшебном колледже прогуливал Ведь если бы я прилежно учился, то наверняка сумел бы себя расколдовать Или знак подать, что в беду попал Так что после того случая взялся я за ум Волшебный колледж закончил А теперь вот в библиотеке работаю Теперь уже по своей воле Чтобы еще больше уму-разуму набраться Ну ты даешь, Ванечка Я тоже так хочу Да я прямо сейчас за учебу возьмусь Молодец, Аленка И все-все-все заклинания выучу Вот это правильный настрой Раз уж этот козленочек смог То я и подавно смогу Да Что? Козленочек? Ты на что это намекаешь, а? Вот я тебе сейчас покажу Я тебе сейчас такого козленочка покажу Я тебя грамко знаю Аленка Ну что же за день сегодня такой-то, а? Ничего не происходит А у меня руки так и чешутся что-нибудь полезное сделать Смотрите, девчонки дождались Ура! Аленка, ну ты даешь Кто-то в беду попал, а ты радуешься Да это потому, что он сейчас же будет спасен Нами! Сказочный патруль уже впутил Аленка, подожди нас Эй! Вау! Подходи, народ Три шапки, смотри Есть хватит Туда-сюда-сюда-туда-туда-туда-туда Проиграл Хе-хе-хе Где вещь? Здесь нет Здесь нет Ха-ха Нигде нет Хе-хе Закхорошее зрение Полкило вещей племя Давай, клади сюда Рыб 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 Вот он Нарушитель Всем сохранять спокойствие! Сказочный патруль уже здесь! Почти попала! Все, сдавайся, пакостник! Тебе больше некуда бежать! Может, договоримся? Я в этом не уверена. Вызвели с Васильевым? Вы нарушили грандиозное количество правил. Ситуацию не оценили, план не придумали. Имущество граждан пострадало, а когда побежали на вызов, даже дверь не закрыли. Так что внеплановую проверку на хранителей вы не прошли. Что? Как не прошли? Что за проверка? Да мы вообще не виноваты! Это вот он! Я, между прочим, узорник высшего класса. И правила работы хранителей знаю. В отличие от вас, патруль. Да, благодарю вас, Акоп Траншевич. Теперь, что касается вас, девочки. Вы нарушили правила. Да кому вообще нужны дуракие правила? Что? Хотя, когда-то я тоже так думала. Ах, в то время я училась в волшебном колледже, если можно так сказать. Слушаться учителей и соблюдать правила мне было скучно. Вот я и вносила немного веселья в учебные будни. Особенно доставалось профессору Харсону, что из рода песочных людей. Он был моим любимым объектом для розыгрышей. Так смешно он на них реагировал. И совсем не обижался. Посмеется, да и заснет, как всегда. Однажды профессор повел наш класс в сказочный лес. Мы должны были выучить правила общения с волшебными существами, живущими в нем. Вот только никто профессора не слушал. Ведь я придумала отличное развлечение. Вечеринка в сказочном лесу. Все согласились. Оставалось только дождаться, когда профессор уснет. Ждать нам долго не пришлось. И вот моя вечеринка была в разгаре. Мы смеялись и веселились. Танцевали и дурачились. Наконец-то свобода. И только одно правило. Никаких правил. Но совсем скоро нам стало не до смеха. Они появились из ниоткуда. Видимо, музыка и свет костра их привлекли. Никто не знал, что делать. И я тоже. Попыталась я своих друзей спасти, но ничего у меня не вышло. Магия не действовала, хитрости не срабатывали. И даже прямая атака не помогла. И тогда-то я поняла, что у меня есть только один выход. Я все честно рассказала профессору и попросила его помощи. Профессор глобнулся и сказал, что я и сама прекрасно справлюсь. А он поможет. И объяснит правила. Я глазам своим не поверила, как легко он справлялся с волшебными созданиями. И часа не прошло, как мы освободили весь класс. Я и сама кое-чему научилась. А еще поняла, как важны правила. Колледж я окончила с отличием. Поступила в магическую аспирантуру. Преподавать осталась. Ну и потом стала директором колледжа. И все у меня работает четко и слаженно. Василиса Васильевна, а можно нам еще разок проверку пройти? Да, мы вас очень просим. На этот раз мы все как надо сделаем. Ага. И прямо сейчас. Смотрите! Ладно, но только в порядке исключения. И на этот раз, чтобы все по правилам. Итак, оценка ситуации. Цель движется! Право сюда! Какой план, Снежка? Подождем здесь. Посмотрим, кто это. Отлично! Всем занять свои места! Ой, это же наш котик! Тря-тя-тя-тя! Здравствуйте! Что? Спокойнее, котик. Что вы задумали? Так-так-так-так-так-так! Ага! Ой, не надо! Няу! У меня все в порядке, так сказать. Да, кот-кот. Василиса Васильевна, вы здесь? Да это я так просто шалил. Так что вот вам урок от меня, девочки. Правила важны. Это просто ужасно! Такой конфетчик. Пирог с черникой от Кота Ученого. Настоятельно советуют есть, пока горячий. Ой, девочки, а Аленочки-то еще нет. Аленка в своем репертуаре. Опять опаздывает. Ну, значит, нам больше достанется. Аленка, входи! Кто обожает тайны и загадки? У кого с волшебством все в порядке? Маша, Варя, Снежка и Аленка. Пусть звучит наша песенка громко. Сказочный патруль! Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Ой, Аленочка, какая замечательная песенка. Ага, сама сегодня сочинила. Волшебная щука? Его подводное величество водяной. Вызывает сказочный патруль. В царстве беда. Какая беда? Что случилось? Явитесь срочно! Что тут произошло? Потерялся кто-то? Ой, это же та самая рыбка, что помогла мне браслетик получить. Скорее! Патруль! Ну, наконец-то! Мой трезор, мой драгоценный друг пропал. Найдите его. Вы же сказочный патруль. Без паники. Мы разберемся, когда вы видели трезора последний раз. Он сегодня завтракал? А до этого он пропадал? Он любит играть в мяч! Может, он оставил вам записку? Точно! С требованием выкупа! Так! Всех выпускать? Никого не впускать! Наоборот! А как вы с трезором познакомились? Как познакомились? О-о-о! Этот день я никогда не забуду! Я всегда страсть, как любил, игры и развлечения. Но скоро все игры кончились. На королевство опустилась тишина. Никто не бегал, не смеялся. Как же было скучно! Во все стороны морей и океанов я отправил лучших гонцов. Но никто не мог найти мне новую забаву. Но вот вернулся один гонец. Да не с пустыми руками, а с картой сокровищ мерцающей пещеры. Я тут же решил. Приключения начинаются. Зазвал Смиту. И вот мы выдвинулись в путь. Спустя 140 фокусов, 50 тортов и 880 песен мы достигли пункта назначения мерцающей пещеры. Зашли мы внутрь. Начали искать сокровища. Да только ничего не нашли. Везде пусто. И вот мы увидели впереди свечение. Сокровище! Решил я. А там одна рыбка какая-то. Да и та неказистая. Недолго думая, я взял и прогнал ее. Вот как расстроен был. И тогда же решил через лес черных водорослей идти. Думал путь скоротать. Но стоило нам углубиться в лес, как из чащи выскочило чудовище. Осьминобус! Думал, что все. Пришел мой час. Но тут появилась та самая рыбка из пещеры. Бросилась прямо на чудовище. И своим огоньком усыпила его. И понял я тогда, что верный друг, который не бросит тебя даже перед лицом страшной опасности, и есть самое настоящее сокровище. И я свое нашел. Так и назвал его. Трезор. Сокровище. С тех пор мы с Трезором не расставались. И больше мне никогда не было скучно. Как только Трезор подрос, я его и в свои подводные рыцари посвятил. А потом мы дали друг другу клятву всегда быть друзьями. А теперь он пропал. Ха-ха-ха! Всегда быть друзьями. А когда вы говорите, эта церемония с клятвами была? Да, аккурат сегодня. Только десять лет назад. Правда? И на какую мысль вас это наводит? Точно! Как я сам не догадался! Со мной! Трезор! Как же я испугался, друг мой! Зачем ты убежал? Трезор. Закровище. С десятилетиям дружбы. Хо-хо, Трезор! И тебя! Вот это сюрприз! Всем срочно веселиться! Ха-ха! Ха-ха! Ха-ха-ха! Девчонки, до мнои! Срежем здесь! Опа! Снежка, держись крепче! Аленка, давай помедленнее! Ну, что я говорила? Этот путь самый короткий! Мы раньше всех на ярмарке мастеров будем! Ох, Аленка! Да кто туда еще в такую рань пойдет? Аааа! Дороги! Там же все скатерти-самобранки разберут! Девочки, а правда, что у мастеров пряники со вкусом газировки есть? Да, вкуснятина. А какие они кружева плетут? Да что кружева, какие у них музыкальные инструменты, просто песня. Ого! А может, у них и несгораемые корзинки есть? Ну, для моей огнекошки. Чего у них только нет, Алёнка. Это же легендарные мастера. Они всё умеют делать. Ну, куда ты тянешь? Сюда надо! А не сюда, туда! Куда? Держи! Сюда! Хватай! Вот! Держите! Спасибо, девчонки! Ага! Спасибо, помогли! А то мы заработались! Чуть на ярмарку не опоздали! А и там все наши родичи собрались! Ага! Сто лет с ними не виделись! Родичи? Стоп! Так вы из мастеров? Тех самых? Родились мы в древнем и богатом городе мастеров! Жили там самые умелые мастера всего сказочного мира! Скатерть самобранки шили! Ага! Волшебные палочки строгали! Эти летучие корабли строили! Ага! Точно! Чего только они не умели! Мы с Фомой тоже с детства мастерами были! Ага! Изобретателями! Правда, наши подделки никогда особой популярностью не пользовались! Ага! Странно, конечно! А еще мастера из-за наших изобретений часто к отцу наведывались! Жаловались на нас! Отец каждый раз прощения просил и все причитал! Что ему с нами делать-то? Ну вот! Однажды пришла в наш город гадалка! Карты раскинула, советы мудрые раздавала! И тогда отец наш с бедой своей к ней и обратился! Ага! И сказала ему гадалка, что надо бы нас с Фомой разделить! Ага! А все наши изобретения разобрать? Папаня так и сделал! Эх! Ну вот так и стали мы другим премудростям обучаться! Да! Только душа к ним не лежала! Да и скучали мы друг по другу! Зато горожане радовались! Жизнь спокойная пошла! Но однажды в город пришла беда! Ага! Повадилась к нам жаба жадная ходить! Лавки мастеров разоряла! Многие герои пытались нас избавить от этой напасти! Да никому не удалось! И тогда мы решили с чудовищем сразиться! План разработали! Детали нужные собрали! И вот утром выступили мы против чудовища с нашим новым изобретением! Нелегкий это был бой! Ох, нелегкий! Долго мы бились, пока коромысло наше не подсобило как следует! Ударило оно пашу жадью вот так вот! Бац! А мы смотрим, там уже и не жаба, а гадалка та самая! Вот тут-то и выяснилось, правда! Гадалка-то предвидела, что мы с Фомой единственные, кто остановить ее может! Вот и попыталась разлучить нас и от изобретательства гладить! Обрадовали жители, что от напасти такой избавились! Долго нас благодарили! А потом и предложили в другие города отправляться опытом борьбы с чудовищами делиться! Эх, много городов мы посетили! Многих премудростям борьбы обучили! Так до Мышкина добрались! И здесь и осели! Уж больных городов нам этот понравился! А тут у вас что? Тоже какое-то гудое изобретение, да? Скоро сами все увидите! Ага, сюрприз! Девчонки, за мной! Так-так-так, а ну быстренько все разошлись, 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 разошлись! Что не видно, что артисты идут! Так, давайте вот левее-левее, брови-брови! Дорогие мастера! Дорогие жители Мышкина! А у нас для вас вот оно что есть! Черкнили! Погремушка! Как фейерверк, как лучше! Сейчас покажем! Держи, Ерёма! А чё это я? Это ты держи! А чё это я? Ты держи! Я ты! Я ты! А-а-а! 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 А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! О! Как красиво! Вот это здорово! Ха-ха-ха! Мы старались! А чё, неплохо вышло? Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха!